Привет, друзья! Вы на канале Жизнь Прекрасна, и мы снова на Невском проспекте. В начале XVIII века территория по правой стороне Невского проспекта, от Адмиралтейства до набережной реки Мойки, являлась частью морской слободы. Во время пожаров 1736-1737 годов эта часть города выгорела. На освободившейся территории в 1755 году был построен временный одноэтажный деревянный зимний дворец. Это была временная резиденция императрицы Елизаветы Петровны, которую возвел за шесть месяцев архитектор Бартоломео Растрелин. После смерти Елизаветы Петровны в 1762 году дворец был разобран, а участок оставался незастроенным до начала XIX века. В 1802-1804 годах на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы был построен четырехэтажный доходный дом именитого гражданина Томаса Сиверса в строгих формах безордерного классицизма неизвестным архитектором. После смерти Сиверса дом отошел вдове, которая в 1810 году продала его купцу Андрею Ивановичу Косяковскому. Первый этаж дома Косяковских занимал большой обувной магазин немца Рейхарда. В доме также находился магазин портного Петерса и меблированные комнаты Квернера. После Косяковских дом принадлежал титулярному советнику Владимиру Ивановичу Струбинскому. В 1880 году и в 1881 году в меблированных комнатах третьего этажа дома останавливался Иван Сергеевич Тургенев. В 1883 году домом стал владеть купец первогильдии Александр Иван Штрейберг, владелец магазина на первом этаже этого дома. Со временем магазин расширился и стал носить имя хозяина и его компаньонов Александр и компани. В конце XIX века дом был перестроен архитектором Леонтием Николаевичем Бенуа. Дом стал пятиэтажным. Под магазин были отведены два первых этажа с огромными окнами-витринами. Простенки между ними были облицованы розово-красным мрамором, а дверные рамы – коричневым мрамором. Фасад дома был оформлен в стиле поздней классической эклектики с использованием большого и малого ордера. Отделку выполнила фирма штукатурных дел мастера Чехотина. В доме был установлен лифт предприятия Петерсона. В 1899 году в одну из квартир дома жил Владимир Иванович Немирович Данченко. А кроме магазина хозяина дома Александр и Компани, здесь располагались магазин по продаже станков по обработке металла и дерева фирмы Шухарт и Шутте, магазин художественных и канцелярских изделий Крих и Компани и лавка по продаже рамы багетов Гоффмана. Семье Трейберга в дом принадлежал до 1917 года, а затем после революции был национализирован и превращен в жилой дом. В 1921 году в доме работала комиссия по борьбе с беспризорностью, а в 1935 году комиссия по улучшению жизни детей. В доме продолжали работать торговые заведения, универмаг Пепа Петроградского единого потребительского общества, Ленинградское районное монтажно-торговое отделение электротехнического треста и обувной магазин, впоследствии торговый дом Невский. С 1928 по 1940 года в этом доме в квартире номер 13 жил известный ученый мира, биолог и генетик, академик Николай Иванович Вавилов. В этот период он был первым президентом Восхнил, президентом Всесоюзного географического общества, основателем и бессментом до момента ареста, директором Всесоюзного института растеневодства и директором Института генетики Академии наук СССР. Николай Иванович Вавилов был арестован по ложному доносу в 1940 году и незаконно обвинен во вредительстве и связях с оппозиционными политическими группами. В 1941 году он был осужден и приговорен к расстрелу, который был заменен 20-летним сроком заключения и был заморен голодом в тюрьме в годы сталинских репрессий. С 1944 по 2003 год в квартире, где ранее проживал Вавилов, жила балерина, солистка Мариинского театра Наталья Михайловна Тудинская. В небольшом бодуаре-гостиной Наталья Михайловна принимала гостей. В этом доме находилось общественное объединение «Музыкальный фонд» в Санкт-Петербурге, основанное в 1939 году, и магазин «Парнас», в прошлом известный как «Генеральский гастроном». Ленинградцы называли его так, потому что в нем отоваривали карточки офицерскому составу военных. В 2005 году в здание настроено мацартным этажом. Он заглублен и не виден с Невского проспекта. Там расположился дорогой отель с видом на исторический центр города. Сегодня в доме расположены салоны связи, рестораны, кафе, агентства и бутики. В 2010 году в этом доме появился необычный птичий дворик. Он был создан по инецативе жильцов, которые превратили унылый двор-колодец в райский уголок, населенный пернатами. В этом дворе такуют глухари, свил гнездо аист, расположившись на фонаре сидит воробей и выдает свирели соловей. Орел расправляется с заползшей во двор змеей. Здесь обитают не только птицы наших северных регионов, но и тропических стран. Настоящим живым птицам здесь тоже рады. Для них установлены кормушки и скворечники. Автором птичьего двора стал житель дома Роман Зайцев с друзьями. Роман также написал стихи, гимна Петербургскому двору, которые можно прочитать на одной из стен дворика, а его друг Михаил сочинил музыку. У птичьего дворика есть своя персональная табличка с адресом, которая находится во дворике. В этом дворике мы сегодня закончим нашу прогулку, но скоро встретимся вновь. А пока всем спасибо за просмотр фильма и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!